Всем здорова, пипл! На ближайший час мы окунемся в мир Fallout New Vegas. Продолжаем, в общем-то, наше прохождение этой замечательной игрушки, играем на максимальной сложности, ну и с режимом Hardcore. В общем-то, да, без записи я быстренько сбегал, распродал все вещи лишние, кое-что оставил. В общем-то, в нашем тайнике, возле разлома. Ну и мы можем продолжать квест с гулями. Как он называется? А, давайте полетаем, да. Квест, давайте полетаем. Нам нужно переговорить вот с этим вот лысым мужиком. Эй, привет! Здорова, Крис Эверсон. Джейсон говорит, что мы вместе должны подготовить все к великому путешествию. А чем ты здесь занимаешься, Крис? Здесь я главный инженер. Я всегда в машинах неплохо разбирался. Джейсон говорит, что великое путешествие было бы невозможно совершить без меня. Но даже моих навыков недостаточно, если под рукой нет нужных материалов. И тут на сцену выходишь ты. А почему они не разрешают тебе работать на пусковой площадке? Блин, что за глупые вопросы я задаю? Я же знаю ответ. Там же, блин, ужасная радиация. Когда я к ним присоединился, Джейсон сказал, что хочет, чтобы я руководил ремонтом. А не делал его сам. Если я сам буду чинить каждую систему, это будет как микроскопом гвозди забивать. Отсюда я могу руководить всем проектом. Ты умрешь от радиации, Крис, ведь ты человек. Я думал, мы закончили эти разговоры, Гладкокошек. Ты все время будешь мне надоедать? Люди все такие. Я тоже когда-то был человеком, знаешь ли. Вырос в убежище 34 к северо-востоку отсюда. Хорошее было бы детство, если бы я любил пострелять из автомата. Но тем, кто любит устройства, не стреляющие в людей... Нет, им там было не очень-то хорошо. Кто должен заниматься реактором убежища? Хаусер? Митчелл? Нет, пусть это будет Хеверсом. Он ведь любит машины. Ему, конечно же, плевать на радиацию. И на то, что он вообще может мутировать. Хеверсом и так урод. Он не обратит внимания, когда через пару лет волосы начнут выпадать. Это же никак не связано с радиацией. Хеверсом, вы невротик. Ты ушел из убежища потому, что облысел, что ли? Лысый? Ты говоришь, лысый, Гладкокошек? Я монстр. Настоящий монстр. Джейсон сам сказал мне, великое путешествие только для гулей, а ты вообще-то не летишь. Боже, ты же говоришь правду, да? Нет. Как они могли? Два года? Боже, да они смеялись надо мной. Ты знаешь, я ведь без труда могу взорвать ракеты при взлете. Вот посмеются, а? Адски будет смешно. Это называется убийство, Крис. А ты ведь не убийца, правильно? Ты полагаешь, мне не хватит ума устроить это? Если я смог сделать так, чтобы ракеты летели, то могу сделать так, чтобы они упали. Нет, дело тут, конечно, не в интеллекте. Ты просто себе этого никогда не простишь. А как я могу себя простить, что меня так легко обдурили? Они попользовались мной, а потом бросили. Если бы они могли, они бы взяли тебя с собой, Крис, но так ты бы погиб. Разве это было бы хуже? Как будто я мусор. Они просто выкинули меня. Они вообще-то будут считать тебя святым, Крис. О, как будто я искупился грехи человечества. Какая ерунда. Люди меня ненавидят. Неправда, Крис, ты не мусор. Ты хочешь, чтобы мы путешествовали по пустошам? Вместе, так? Вниз по дороге есть небольшой городок Новак. Опять жить вместе с людьми? Ты это мне предлагаешь? Но я думаю... Я думаю, у меня нет другого выхода. Не могу поверить, что согласился на это. Но решение принято. Я отправлю Джейсона и его команду в путь. А потом пойду в Новак. Так, что-то мы с ним переговорили, но вот не договорились именно вот о нашем деле. Начнем? Ракеты сами не полетят. Да-да-да. И чем же я могу помочь? Я заканчивал работу над ракетами, когда обстоятельства вынудили нас перебраться наверх в лабораторию. Мне не хватало двух компонентов. Воспламеняющего вещества и затопа 239, а также модули регулирования тяги. Воспламеняющее вещество очень радиоактивно и быстро распадается. Вот почему мы не можем использовать протекшие бочки на пусковой площадке. То вещество уже нам не годится. Попытайся найти неповрежденный контейнер с воспламеняющим веществом. Что касается модуля регулирования тяги, их специально создавали для этих ракет. Без них ничего не взлетит. Ну хорошо, я попробую найти воспламеняющееся вещество. Хорошо, нам много не нужно. Двух или трех литров будет достаточно. А что скажешь об этих сувенирных ракетах? Жидкость внутри них светится. Я не помню, я купил эти какие-то ракеты сувенирные или что? Да, это затоп 239, все верно. Вещества достаточно, чтобы запустить ракеты. Осталось найти модули регулирования тяги. А не подскажешь, где я могу найти эти компоненты? В Рэпконе побывали уже толпы старателей. Они все растащили. Компоненты могут найтись где угодно, если вообще найдутся. Джейсон говорил о каких-то развалинах промышленного здания к востоку отсюда. Там вроде высокий уровень радиации. Ну, хорошо, да. Второй раз, я думаю, не имеет смысла спрашивать. Пока. Да, пока. Пока-пока. Нам нужно, в общем-то, найти... Вот эти вот... А, так это у свалки Мамаши Гибсон. На свалке, вернее. Или у свалки, в общем-то, да. Почему бы и нет. Да, вот здесь вот можно взобраться по лестнице. Чтобы не обходить... В общем-то, этот здоровенный комплекс. Так, модули регулирования тяги, вроде бы, да. Давайте мы быстрым перемещением переберемся туда. А какое там вот промышленное здание на востоке? Нужно бы посмотреть на карте. Ну, вот на востоке это... Новак. А какое еще? Гелиос 1. Но оно не разрушенное. Там вот, в общем-то, все вполне себе обитаемо. Так, ладно, давайте мы зайдем. К мамашке Гибсон. Вот спит Соня. Вставай. Дело есть. С возвращением. Куда теперь направляемся? А у тебя есть в продаже модули регулирования тяги из Рэпкона? Да, есть модули регулирования тяги. Но они не дешевые. 500 крышек. Вот цена. А ты хоть знаешь, что это такое, женщина? Так, у нас, в общем-то, с помощью бартера можно на 250 в два раза, да, получается, можно снизить цену. Тоже вот с помощью красноречия тоже в два раза снизить цену. 500 крышек можно заплатить. Можно ничего не платить. Но вот с помощью жена-убийцы, я думаю, вроде бы бесплатно, да, получается. Такая привлекательная женщина и совсем одна. Почему бы нам вместе не подумать об этом? Я знаю, что вовсе не молодая, не красивая, но твои слова мне по душе. Вот, возьми запчасти, сердцеяд. Да, такого точно потрезвяней не придумаешь. Ладно. Тем не менее, в общем-то, мы взяли все, что нам нужно. Давайте вернемся. Да. В общем-то, польстил бабушке. И она нам дала нужные компоненты. Так, давайте вот сюда вот спустимся. Да, вот. Здесь этот люк в подвал. Так, ну и отдадим Крису, в общем-то, добытые компоненты. Эй, тебе удалось найти компоненты? Да, мне удалось найти модули регулирования тяги. И в самом деле. Кстати, они в отличном состоянии. Ракеты готовы к запуску теперь? Да. Скажу Джейсону, что великое путешествие может начинаться. Ракеты готовы, Джейсон. Теперь вы можете отправиться в великое путешествие. Удачи. Приидите все. Да направит меня Создатель и вложит в уста мои слова истины. Наш всемогущий Создатель ответил на наши молитвы. Пришло для нас время взойти на борт ракеты и начать великое путешествие. Хотя раньше думали мы, что люди презирают нас, Создатель решил преподать нам урок и показать обратное. Наши путешествия было бы невозможно, если бы не усилие двух людей, двух наших дорогих друзей, нового и старого. Ты слышал? Ты старый, Крис. Да, это я. Но недостаточно просто поблагодарить Криса. Крис, ты сделал великое путешествие реальностью. С этого момента мы будем почитать тебя как святого великого путешествия. Мы никогда тебя не забудем. Колено преклоненно. Просим мы тебя, Крис, простить нас и дать нам свое время. У того, по-моему, снайперка. Ищущие, поднимайтесь на борт. Занимайте места. Великое путешествие ждет нас. Мы направляемся в великие дали. Доброе утро. Так. Хорошо. А нам что остается? Давайте взглянем на задание. Так, нужно будет направиться на обзорную площадку и провести пуск ракет. Хорошо. Надо так надо. На крышу так, на крышу. Так, давайте мы вернемся, получается, в комплекс, да? Так, ну, в общем-то, да. Давайте двигаться по направлению маркера. Потому что здесь легко заблудиться. А, вот, да. Вот она, лестница. Так, это получается... А, все, я вспомнил. Да, нам нужно будет возвращаться. Возвращаться в здание. И вроде бы... Подняться, опять же, на лабораторию. Прошу прощения, в лабораторию. Так. Да, да, все правильно. Нам нужно, в общем-то, будет... Подняться в лабораторию. Ну и далее, в общем-то, зайти на пусковую площадку. А нельзя по интеркому что-нибудь брякнуть такое. В общем-то, смешное и задорное. А, кстати, они улетели. А, ну, они еще не улетели, но... А у них тут можно это самое прошариться? По лаборатории? Или тут ничего нету? Блин, они все с собой унесли. Нет, нельзя, видите. Подсвечивается красным. Ну, как бы можно-то забрать, но тогда карму потеряем. Сюда, да? Или нет? Да, да, сюда. Все правильно. Так. Навигационный пульт и кнопка... Давайте сначала навигационный пульт посмотрим. Консоль показывает данные расчета траектории ракет. А можно сделать, чтобы ракеты столкнулись, да? Подробнее изучить навигационные данные. Внимательное изучение траекторий показывает, что компьютер выбрал неоптимальный путь к указанной цели. Вы полагаете, что сможете, немного изменив параметры полета, оптимизировать траекторию, так что ракеты приземлятся на 12,5% ближе к цели. Желаете ли вы изменить траекторию ракет? Да, желаю. Вы модифицировали траекторию ракет, теперь они приземлятся ближе к цели назначения. А, ну да, опыт и карму, да, получили? Терминал заблокирован, установлены новые условия полета. Так, ну что ж, да, активируем. Так, ну вот они, голубчики, полетели. Три ракеты, да? Чуть не упала. Новак-любимец. Вести о ваших добрых делах широко распространились и люди вас любят. А че только 800 опыта? Я думал, мне дадут тысячи и тысячи опыта. 800 опыта дали, блин. Ну что такое, ребята, ну? А сколько у нас до уровня? Еще тысячу. Тысячу, блин, до уровня. Так, ну, тем не менее, квест мы выполнили. И, в общем-то, это дело мы, как говорится, сделали. Так, я думаю, отсюда стоит выбираться. Так, ну что ж. По-моему, здесь, в общем-то, теперь уже безопасно. Кого здесь бояться-то? Кроме меня, конечно. Здесь меня нужно бояться. Блин. А, я думал, не смогу пройти через эту кучу, в общем-то, хлама. Так, а куда я иду? Я иду, вообще-то, да. Я иду на выход, но... В какой стране выход? А, вот, вот. Вот здесь, да. Все, давайте покинем, в общем-то, это место. Так, прекрасно. В общем-то, с этим заданием мы тоже справились. Так, квестов у нас, кстати, не так уж-то и много. Ну, здесь мне не хватает, по-моему, на науки, да? Еще 15 науки нужно. Мне хотя бы 5, нужно 10, я могу журналом добить. Это из разлома, это мы договорились, что мы не будем проходить прессинг. Ну, туда тяжко добираться, это тоже потом. Здесь, вообще-то, нужно... Ну, не так уж-то и нужно, но было бы желательно, в общем-то, перк иметь робототехник. Так, это можно оставить на конец. Ну, это дополнение, да? Так, давайте, раз уж такое дело, давайте мы тогда откроем вот каньон Red Rock. Да, мы еще не нашли эту локацию. Но туда было бы... Было бы замечательно, в общем-то, попасть. Так, хорошо. Давайте мы поставим маркер. Это получается в ту сторону. В общем-то, да, могу сказать сразу же, если вам покажется это все скучным и неинтересным, туда дорога очень опасная. Вот здесь вот... Всем я могу служить вам, хозяин! Ничем. Свободен. В общем-то, здесь дофига когтей смерти вдоль вот этого вот всего ущелья. Обитает. Поэтому мы, в общем-то, пригнемся. И постараемся не попадаться им на глаза. Ну и, соответственно, да, вот, потопаем в Red Rock. Так, здесь дофига когтей смерти, но я ни одного не вижу. Так, ладно. В общем-то, встречаться с ними не очень-то и хотелось. Поэтому мы двигаем дальше. Сколько у меня там стелс-боев, честно говоря. Давайте я проверю лучше. Угу. Два стелс-боя. Ну, так вот. На крайний случай, в общем-то, я думаю, хватит. Так вот, если прям вот вдруг заметят меня какая-нибудь... Когтистая тварюга под названием Коготь Смерти. Так, хорошо. Двигаемся далее. Ты что делаешь? Эй, успокойся. Так, ну здесь муравьи. Так, давайте мы их поприветствуем. Они, кстати, меня не... не видят. Так. Отлично, наносим криты. Так, прекрасно. Ммм, еще опыта, кстати, нам дали. Так. Так, интересный, конечно, амбарчик. Было бы... Хорошо, конечно же, бы его проверить. Че там? Стоп, а там кто? Угу. А тут, в общем-то, рейдеры. Там Когти Смерти, а здесь рейдеры. Ну, конечно, если выбирать, то... Хуже, конечно же, Когти Смерти. Хотя, с другой стороны, с рейдерами-то можно и разобраться. Рейдеров я не боюсь. Достаточно. Так, че-то там какая-то стрельба происходит. Ну, конечно, ты же меня заметил. А я промазал. Так, мультиплазменная. Так. Пытаемся двигаться змейкой. Блин, идти с лазерным оружием. Блин, перезаряжаю. Есть. Так, ну что ж, да. Хотя бы живой остался. Че-то я смотрю, как бы меня в последнее время все стали потихонечку бивать. Меня это, честно говоря, совсем не устраивает. Так, давайте мы соберем с них лут. Так. Так, офисы Elite Technologies. Блин, конечно, было бы интересно заскочить сюда. Тут, наверное, чертей дофига в этих офисах. Так, ну, мы все-таки же договорились, что в общем-то мы пойдем в каньон Red Rock. Поэтому, в общем-то, продолжим наше путешествие. 61. Давайте перекусим. Ну, и пить тоже особо так не хочется. Так, только, честно говоря, я бы все-таки вколол себе стимулятора. Одного. В общем-то, чтобы довести хп до максимального количества. Ну, как бы, на всякий случай. Лучше, лучше уж перебдеть, чем недобдеть. Так, ну, это все, конечно, фигня, да. Самое главное сейчас не попасться когтям смерти на глазах. Блин, с той стороны... Да, давайте лучше с этой стороны, конечно, обойдем. Но, конечно же, да, совсем не стоит прижиматься к всей вот этой вот горной гряде. там когти смерти. Так, прекрасно. Как хорошо, что они нас не видят, и мы их тоже не замечаем. Но где-то они есть там. это... Это ж только только хорошо. Так, а здесь какие-то руины. Какой-то комплекс. Угу. Камни-дробильный завод Самсон. Так, надеюсь, тут никакой тварюги не прячется на заводе. Так, давайте все-таки я лучше сверю с картой. Угу. Вроде бы все правильно найду. Там, кстати, черти обитают. Так, получается, нам нужно да, пересечь вот эту вот большую или не очень большую гору. Так, ну что ж, хм, бывало не такое. Я думаю, мы легко справимся с этим. так, тут как раз вот такая замечательная дорожка. так, блин, ребята, что за щемящая сердце музыка у вас играет? Включите что-нибудь веселенькое там, тили-тили, тролли-вали. так, 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 блин, красота-то какая. вот там вот Вегас. Так, давайте мы с разгоном возьмем вот эту вот высоту. Давай, давай, есть. вот там вот располагается Red Rock. понятно, да, Red Rock. В общем-то, красные скалы можно заметить, почему, в общем-то, такое название у этого места. Ребята, блин, а эти ребятки, я смотрю, смотрите, какие. Я без Ватса лучше стреляю, чем с Ватсом. так, ну нормально. Это огненные гекконы. Так, давайте соберем с них трофеи. Так, вот здесь вот, конечно же, желательно быть более аккуратным. Вот там вот на разрушенном ранчо, там обитает довольно-таки обширная банда бандитов каких-то. я, честно говоря, не помню, то ли гадюк, то ли скорпионов, а может быть даже и черти там обитают, но вот я действительно вот помню, что там вот довольно-таки крупная банда. А давайте мы посмотрим, да? Ну, вот он там вот торчит. Можно, конечно, было бы их перебить. Вот этот что-то там заметил. Ну, давайте мы их проигнорируем. так, вот здесь скорее всего можно будет спуститься. Так, в общем-то вот здесь вот, конечно же, еще одно место толсторогов. Более сюда. Ну, вот они уже, наверное, меня заметили. Заметили, что тут кто-то шат... А, или это ты заметил? Бежит ко мне с этой пасть разденул. Вы заработали способность контроль над животными ранг 3. Пасть разденул и бежит ко мне. А, нет, все правильно, да, это этот геккон заметил. Эти ребятки там себе занимаются своими делами. Так чем удобно это место, что сюда можно быстрым перемещением перемещаться. Э, кто меня это? А ты откуда взялся, парень? так, хорошо. Самое главное, чтобы бандиты не заметили. Так, давайте мы походим здесь толсторогов в общем-то постреляем. нам нужно сколько-то там опыта до следующего уровня. Здрасте, как дела? так, и ты да? Угу, да этим бандитам вообще пофигу. так, отлично, у нас кстати уровень 20, уровень 20. Я хотел науку до а там 95, на науку 10, что ли? Или нет? Давайте до 85 науку поднимем. Ну, остальные давайте в энерго оружие, да? Так, и что нам еще здесь выбрать, в общем-то? Так, может быть все-таки взять где он? робототехника? Ну, конечно, особо так не понадобится этот перк. Ну, давайте все-таки мы его возьмем, так и быть. Я думаю, в общем-то, ничего страшного не случится, если он у нас будет в наличии. так, давайте мы все-таки же, да, вот, откроем быстрое перемещение к этой локации. Тут еще толстороги есть. Да, здесь довольно-таки обширная стая обитает. так, прекрасно. так, национальный парк ранчо у горы спринг. Ага, здравствуйте. Получите. Блин, чё ты так плохо ватсом орудуешь? Блин, да, но они такие незаметные, они прям подпокрадываются. Эти богомолы, блин. Нужно подпускать их поближе. иди сюда, Смотри, он взял мне и просыпало покорить. что за блин, божьи твари, Так, ладно. А давайте мы используем докторский саквояж. Так, тут оказывается ещё есть толстороги. Да, я до тебя дотянусь. Мясо. Дай это взять с тебя мясо. Так, вот он ещё. А там то? А, богомолы, не, не, эти богомолы меня достали. честное слово, ребята, мы просто вот достали меня. Глаза бы мы их не видели. Ага, да. Они себе тут в зелье не прячутся. Тут собака. Хотя, богомол не собака. Не собака. Спешишь ко мне, да? Так, ладно. здорово, здорово, малец. Э, он безобидный. Э, чувак. Ладно. Он такой милый. Я не буду его убивать. Хотя, честно говоря, я только что его собратьев и всю семейку вообще их не тут порешал прям вот так жёстко. но этот этот малец мне прям вот приглянулся, понравился. Да, ребята, в общем-то очередной вылет. Но, тем не менее, мы продолжаем. Да, вот, каньон Ред Рог. Вот, мы, в общем-то, заходим туда. И никакие вылеты, в общем-то, не смогут нам помешать. Прекрасно. Давайте давайте потихонечку, в общем-то, сюда заходим. В общем-то, насколько я знаю, тут безопасно. Никаких, в общем-то, враждебных тварей тут нету. Только жители, в общем-то, этого сообщества. Ну, и здесь, в общем-то, да, вот, можно пару квестиков, конечно же, выполнить. ну, конечно же, набить опыта. Но, тем не менее, мы, как бы, взяли способность робототехник, мы сможем пойти в Гелиос, в общем-то, выполнить квест там. Плюс ко всему, я еще прокачал науку, в общем-то, можно будет добить квест с Лили. если я, конечно же, все сделал правильно. Да, здесь, в общем-то, живут великие ханы. Так, давайте мы сходим, в общем-то, в лабораторию. В общем-то, химическая лаборатория, где ханы производят наркотики. Здорово, вода. Так, я вообще-то, знаете, думаю, что было бы неплохо немножко и на ханов поработать. Да, химическая лаборатория. Угу. Так, ну ладно, воровать ничего не буду. А где, ребята, где? Кто это? Кто сказал? Ты где? А, вы, вы, во сне разговариваете. Так, давайте переговорим с Джеком. Вау, новенький. А чем ты здесь занимаешься? Я? Мы тут ничего как бы не делаем. Мы творим чудеса. Ладно, а что вы делаете? Мы делаем таблетки для счастья. Чего тебе хочется? Вин, психо, малосмеды, чтобы облегчить боль. Так вы что, наркоторговцы что ли? Нет, чувак, скорее наркопоставщики. Ну да, торгую потом другие парни. Этим в основном Дайен занимается. Ну и как ты попал в этот бизнес? Ну, думаю, у меня просто врожденный талант к этому делу. Когда я был маленький, к нам в лагерь позвали последователей апокалипсиса. Они собаку съели на всякой двинутой научной химии. Ну а я был только рад учиться. У Дайен голова хорошо варит в бизнесе, поэтому мы объединились. А кто такая Дайен? Дайен это моя девочка. Мы вместе считай всю жизнь с тех пор как наши старшие померли. Теперь мы вместе рулим ханами. Я вообще-то ищу где бы заработать пару крышек. Есть работа для меня? В основном деньгами тут заведует Дайен, но я всегда готов купить новые рецепты если есть. С помощью науки можно в общем-то рецепты ему. Хорошо. Но давайте мы сначала у него закупимся. О, покупаешь? Отлично. Так, бафаут нет, медикс и психа нужно. А можно с другой стороны и медатики. медатики. Спасибо. Да пожалуйста. Мне оно как бы нужно было. Я знаю пару рецептов, которые тебя могут заинтересовать. Могу научить, если хочешь. Отлично. Что у тебя? Я могу научить тебе, как сделать слэшер. Наука 50. Ну что ж, давай. Кстати, а нам самим бы неплохо этот научиться делать. Обалденно. Это стоит крышек. Сколько с меня. Так, мне бы вмазаться чем. Да не жалко. Вот от тебя вставит по полной. Так, крышки в общем-то у меня есть, а мне вот, честно говоря, мне бы психа, да, психа, винт. Да нет, мне психа хорошо, винт мне не нужен. Так, еще знаю рецепты. Отлично, что у тебя? Записывайте, пожалуйста, я могу научить тебя делать праздничные ментаты. Ну что ж, давай. Где я этому научился? Вы лишили способности Рауля регулярное техообслуживание, ага. Рауль вернулся в свою хижину. Обалденно, это стоит крышек, сколько смея. Так, давайте возьмем вмазаться. Да не жалко, хватать тебе вставит по полной. Психа, винт, да? Хорошо, давайте еще ему расскажем пару рецептиков, которые мы откуда-то знаем с вами, откуда неизвестно. Так, я могу научить тебя как сделать ракету. что ж, давай. Обалденно, это стоит крышек, сколько смея. Так, вмазаться чем-то. Да не жалко, хватать тебе вставит по полной. Так, отлично мы научили еще и Джека новым рецептом химикатов. Отлично, что у тебя? Да, все, больше ничего не знаю. Здорово, может позже. Так, а теперь что ты продаешь? О, покупаешь? Отлично. Праздничный, о, харизма уже плюс пять. Ракета. Угу. Вот он, слэшер. Да, вот слэшер было бы неплохо. Так, у меня тут вроде бы... если понадобится что-то еще. Да, до свидания. Расслабься, чувак. Великий хан и любимец, вести о ваших добрых делах широко распространились и люди вас любят. У меня тут это критическое в общем-то состояние. Давайте мы для начала будем кушать. так, нет, все-таки ж пару водичек я выпью на всякий случай. Вы заработали способность махавский верблюд. Так, жаркую из белки. вот эти вот стейки скушаем все. Так, еще 106. Ну, вот стейк из геккона. Так, ну и конечно же нужно пить. Да, с жаждой у нас прям вот проблемы. Пока мы учили этого увольня в общем-то готовить более совершенные виды наркотиков. Мы проголодались и в общем-то возжаждали. Так, 252. 102. Так, отлично, отлично. О, и спать хочется. Так. Да подожди ты ложиться. Давайте еще с ним переговорим. Что мы еще можем... Как дела у моего лучшего друга? Так, твое оборудование впечатляет. Подумаешь производить более полезные препараты? Что значит полезные? Мои препараты и так помогают людям словить кайф. Ты только подумай о всех тех, кто умирает от передозировки винта и психа. Это тебе испортит карму. Это верно. Начну я продавать лекарства, чтобы почистить ауру. ночника, ночника. Ну и как успехи с медициной? Работаю над этим. Пара стимуляторов вышла, но если есть еще рецепты я возьму. Давайте попробуем что-нибудь. Отлично, что у тебя? Я могу научить тебя делать супер стимуляторы. Кстати, выживания у меня нету, да и 75 выживания, да? Откуда я? Откуда я такие цифры наберу? А вот наукой 50 я в общем-то располагаю, да? Могу научить тебя делать супер стимуляторы. Ну что же, давай. Обалденно. Это стоит крышек? Сколько с меня? Мне бы вмазаться лучше. Да не жалок. Хватать тебе вставит по полной. Так, всё, да? Посмотрите, он опять мне винт и психа даёт. До свидания. Расслабься, чувак. Так, вроде бы мы получили какое-то задание. А, да, да. Научите Джека новым рецептам химикатов. Это мы уже сделали. Научили. Давайте мы переговорим с Дайен. С этой девочкой. ты ты из моих постоянных клиентов. Чего ты хочешь? Я ищу, где бы заработать пару крышек, а есть работа для меня. Хм, не похоже, что ты на мели. Ладно, вот что я скажу. Один из моих лучших гонцов, Андерс, задерживается в дороге. Если выяснишь, что с ним случилось, дам тебе настоящую работу. Запросто, только скажи, кого искать и где нужно начинать. Примерно три недели назад я послала Андерса на Юго-Восток искать путь в Аризону, чтобы открыть новые рынки для нашего товара. Он должен был вернуться два дня назад. От него ни слуху, ни духу. Ладно, вернусь, как только что-то узнаю. Спасибо, справишься с этим заданием, и я потом найду тебе еще работу. Так, Холодно. Так, но перед тем, как отправляться в общем-то на поиски вот этого Андерса, вот можно тут еще заскочить к одному персонажу. Довольно-таки интересному, ну и весьма необычному. в общем-то переговорим с ним. Ну, а потом, да, нам нужно будет сон убить. Можно, конечно же, будет поспать, а можно будет просто сходить в разлом. Кстати, нам нужно будет и починиться, между прочим. вы типа тут это оставляете. Так, а где этот персонаж? он обычно вот здесь вот тусуется. Ладно, в общем-то его можно будет оставить на потом. Давайте мы заскочим в Гуд Спрингс. Я так понимаю, что если я научил вот это вот кекса в общем-то делать слэшеры, то наш персонаж должен уметь делать слэшеры. Так, ну для начала вот так вот. Так, мы все переводим в максимально ремень и шкур. давайте ремни сделаем. Так, рециклинг, конечно. Так, что я еще могу перевести? Да, вот так. Угу. Ну, пошел отсюда. Так, это для в общем-то огнестрельного оружия. Секундочку, да, давайте мы сходим и распродадим. Мы же взяли какие-то вещи, в общем-то налутали с этих бандитов. Хочешь прикупить что-нибудь? Нет, хочу продать что-нибудь. без проблем. Так, а у тебя в общем-то, да, новых товаров не не появилось. Надо же. Хорошо, до свидания. не перетрудись. Так, да, к крушению в каньоне в общем-то мы вернемся. Упс. Вы че, ребята? Вы че тут третесь? здесь здесь вот че-то много это имеет. Так, отлично. Отбили у койотов свою нычку. че, это мое место. Я тут его как бы это занял и облагородил. Так, ну, значит, во-первых, что нам нужно? Так, максимальный заряд нужен? Это не нужно. так, ну, и нам нужен где-то я собирал. Вот, банановая юбка. Она вроде бы нужна для слэшера, если я не ошибаюсь. Так, а вот оставить мы можем что же мы можем? Ну, скорее всего, мясо этих толсторогов. мясо гекконов. Так, хорошо. Так, раз уж Рауль нас покинул, мы теперь можем спокойненько в разлом метнуться. Так, давайте мы починимся у Эдика бесплатно. Так, оружие 25. А чё ты не ремонтируешь? До свидания. Так, оружие 25. У меня вроде бы есть... Сейчас, секундочку. Где? Оружие 5. Да, давайте мы в общем-то и тут в общем-то опыта сделаем. А чё? Ха-ха-ха. А где это? Не понял. Вот я, честно говоря, не вкурил. Ну, только что было. Вот, оружие. А почему с этим, как его, с... не работает с костюмом? Он ещё и не чинит. ладно. Так, тогда, что тогда? Тогда мы вот в прим заскочим. в принципе, с другой стороны, знаете, у меня деньги есть. Я могу и чиниться у... в общем-то, ремонтников. и снова здравствуйте, да? Привет! Привет тебе, малыш! Слушай, у тебя есть деньги, Майерс приглядывает за нами, и дела идут неплохо. Я могу тебе сделать небольшой скидку. 200... 200... 200... Вы, ребята, тоже нашли у кого интервью брать? Так, ну давайте ему хоть что-нибудь продадим, раз уж, конечно же, пришли. Лучше бы действительно попрощался с нами, да? песня от меня к вам. Так, ноги тоже продаем, патроны продадим, да и все. Так, прекрасно. Дай знать, если понадобится что-то еще. До свидания. встречи. Так, а у тебя тут нету этого? Нету. О, Эдик. Хотя, с другой стороны, это, наверное, я тоже это самое его, да, я тоже его использовал уже. Секундочку. Так, завершить. хорошо. Ладно. Давайте аванпост Мохаве посетим. Просто мне казалось, что прошло уже несколько суток. у нас же прям вот жажда такая вот была. А такая жажда в общем-то случается, когда проходит несколько суток. Так, Тем не менее, давайте мы так, а здесь тут, по-моему, было. или не было. Ладно, давайте мы для начала распродадим. Ходишь патрулем по Мохаве, по неволе затаскуешь о ядерной зиме. Ты снова здесь? Вот же повезло. Ну, что на этот раз? Так, на продажу что есть? Ну-ка взгляни. О, вот, 7000. Ну, да, ничего энергетического нету. Так, но зато мы можем продать все ненужное. так, винт. Винт нам не нужен. Можно продавать. Это продаем. Ремни продаем. Сигарета. Так, ну-да, выпивку тоже мы продаем. Вот, шкуры койотов, шлемы чертей. Так, ну, яйцо оставлю. Не густо, конечно, но я пойду. Так, давайте мы все-таки ждать. Деньги есть. че че их, в общем-то, сидеть, копить и дрожать над каждой монеткой. Давайте мы пойдем и починимся прям вот конкретно. Блин, мне нужно не забыть сделать слэшер. эй, ты молодец, хорошо работаешь. Тебя тут уже многим в пример приводят. Я знаю, рейнджер Джексон очень тобой доволен. Так, мне ремонт нужен. Ну, ладно, поставь подпись вот здесь, здесь и здесь. Так, эм, чиним, чиним. Не понял, а что, моя броня вообще не пострадала? Ладно, до свидания. Сэр. Так, а эй, да что вы эйкаете? Неужели у них тут не было верстака? М? Ну, был же, по-моему, а? Ой, ладно. Хорошо, давайте мы для начала сходим сюда вот, к легиону. Именно там поймали нашего, в общем-то, подозреваемого. Ну, в общем-то, легион очень жестко борется с наркоторговлей и вообще с распространением наркотиков. вечер добрый. Хе-хе-хе-хе. Ты такой милый. Ах, пожалуйста, помоги мне. А кто тебя так, парень? Ах, меня поймал легион. Они сказали. Это наказание за перевозку наркоты. Пожалуйста, сними меня. Перевозишь наркотики, да? Пожалуйста, ради бога, сними меня. Пустить бы тебе пулю в лоб, но Джек и Дайен послали найти тебя. Слава богу, сними меня, пожалуйста. Ладно, давай тебя оттуда снимем. Спасибо. Мне правда очень хотелось спуститься с этого креста. За мной должок. Так, ладно, давай, до свидания. Пока. Так, хорошо. В общем-то... Давайте заскочим в Гуд Спрингс. Он пока будет идти вот туда вот. В общем-то, в каньон Ред Рог. Мы можем заняться тут кое-какими делами. Так, секундочку. А как слэшер? Не так? А, блин. Я все перепутал. Хотя, наверное... Блин, ребята, ну что вы, ну прямо, ну... Да уйди ты, блин, геконище. Так, я все перепутал. Нам нужен не верстака. Да, нам нужен костер. Получается. Да, вот слэшер. Так, наука 50. Да, нужны плоды банановой юки, психо и стимуляторы. Я думал, медикс нужно. Ну, смотрите, вот урон 25. И сопротивление урону тоже 25. То есть, 25, по-моему, и тому, и другому дает психо и, в общем-то, медикс. Ну, ладно, давайте мы слэшеры сделаем. Да, у меня, скорее всего, стимуляторы закончились. Оооо, точно. Хм. Прямо вот я, честно говоря, я гений. Я придумал. Сейчас мы сходим быстренько к доктору. Возьмем у него еще, в общем-то, стимуляторов. У меня, наверное, стимуляторы закончились. Да, у меня стимуляторы закончились. Психо у меня, по-моему, еще штук 10. Или чуть больше осталось. Я, честно говоря, я почему-то помнил, что нам нужны психо и медикс. А, оказывается, нужны психо и, в общем-то, стимулятор. Бухаешь? Или кушаешь? Как поживаешь? Так, мне нужны медикаменты. Ну, медикс теперь уже можно не покупать. То есть, там достаточно кушать слэшеры. И у тебя, как бы, эффект от психа плюс 25 к урону. И сопротивление урону, как медикс, тоже плюс 25. Блин, а че такие дорогие стимуляторы, чувак? Так, хорошо. До свидания. Береги себя. Только этим и занимаюсь. Так. Давайте тогда вот, пока наш дорогой товарищ Андерс добирается до каньона Ред Рог. Мы, в общем-то, сгоняем быстренько по докторам. Ну и затаримся, в общем-то, стимуляторами. Так, а где... Где этот самый... Где хозяин этого... Вьючного Брамина? Чем могу служить? Так, мне нужны медикаменты. Да, мне нужны стерильные перевязочные материалы. Ну ладно. Давай посмотрим, что у меня есть с собой. Давайте анти-Р1, а еще детоксина, да, пригодится. Вот истощенный можно... Только два стимулятора. Ты серьезно? Спасибо. Да, пожалуйста, но этого мало. Да, пока. Блин, ну сейчас идти сюда к торговцу... Наверное, бессмысленно, да? Потому что он по ночам не работает. Как все нормальные люди, он по ночам спит. Так, а у тебя есть стимуляторы? Привет. Привет. Что-нибудь нужно? Конечно. Вот что у меня есть. Давай хотя бы один. Так, раз уж такое дело, давайте мы тогда вот... К обжорке сгоняем. Где оно... Да, желательно, конечно же, Рауля забрать. То он вернулся к себе в хижину. Да, 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 я прям вот знал, что вы тут у меня уже ждете. И ты, да, и ты. Блин, у меня закончились боеприпасы. Давайте мы, раз уж такое дело, мы, в общем-то, сгоняем этот по толсторогам. Так, ну да, это все я уже облутал. Кстати, по пути можно будет парочку слэшеров сделать. Так, хорошо. Сколько нам нужно до следующего? Блин, еще две тысячи. Не густо, да. Еще две тысячи опыта до следующего уровня нам нужно. Так, ну, тем не менее, да, давайте мы все-таки, раз уж сюда пришли, раз уж, в общем-то, решили, что немножко постреляем толсторогов ради опыта, не ради забавы, а ради опыта. Так, тут еще один есть. Ну, он тоже малец. Эй, будешь меня атаковать? Он безобидный. Блин, нафиг я их убиваю. Они такие милашки. А вот эти вот большие, да, они действительно, они, если подходишь, они агрессивные. А вот эти вот маленькие. Да, вот эти вот. Так, смотри, только не пей из этой лужи. Так, обезвоживание у нас. Так, ну, конечно, блин, носится по всей карте. Ммм, медицинская клиника Нью-Вегаса. Можно будет еще забежать к последователям. Может быть, у них. Хотя, по-моему, я закупался. По-моему, я все-таки же закупался стимуляторами. Но все равно, давайте проверим. Опять ты? Нужна медицинская помощь? Нет, не нужна. Нужно купить. Поскольку последователи твои друзья, я дам тебе скидку. Так. Есть у нее. Да, давайте вот возьмем. У меня есть суперстимуляторов тоже. Да, купим. Так, ну, в общем-то, да, наркотики она не продает. Хорошо. До свидания. Знаете, тогда имеет смысл сгонять... Имеет смысл сгонять, в общем-то, в форт последователей Апокалипсиса. Так, а ты, а ты, по-моему, наркотики не продаешь. Или продаешь. Нужно поправиться, а? У меня есть все, что тебе нужно. Так, ну давай показывай. Взгляни, малыш. Не, это мне не нужно. Ага. Так, до свидания. Так, есть. Что там у тебя? Давайте возьмем выкидную нож. Эй, это ты тут шатаешься в округе и помогаешь людям, да? Король одобряет твою работу. Он велел дать тебе вот это. Спасибо. Передавай. Передавай королю. Спасибо. Так. Прекрасно. Только нам бы, честно говоря, нужно бы перекусить. Ну вот, маис. Скушаем. И попьем. Попьем водички. Кстати, а что у нас с радиацией-то? Можно антирадин один скушать. Пускай, в общем-то, радиация выводится из организма. Пока-пока-пока. Так. Да, ни бандитов, никого нету. Замечательно. Так, хорошо. В чем дело? Где это? Добро пожаловать. Так. Мне нужно купить лекарства. У нас сейчас мало что есть. Вот все, что я могу предложить на продажу. Так, антирадина у меня вообще-то много уже скопилось. Вот стимулятором, да. И супер стимулятор. Возьмем. Так. Прекрасно. До свидания. Не вас я освободил из рабства легиона, а? Огромное вам спасибо за спасение меня и моих близких. Теперь мы свободны. Да, как бы. Не благодарите. Так, ну и давайте мы еще сгоняем сюда вот к толсторогам. В общем-то, чтобы полностью закрыть этот вопрос. Стой. Далеко не уходи. Так. Собираем банановую юбку. Она нам нужна для слэшера. Кстати, а сколько я себе уже этих слэшеров-то сделал? Может быть, хватит? Где-где? Девятнадцать. Ну, в общем-то, да. Я, честно говоря, пользуюсь наркотиками в самые крайние случаи, да. Когда действительно нужно... В общем-то... Когда, в общем-то, нужно действительно вытаскивать главного героя из полнейшей задницы. Так что, честно говоря, ну... Эти слэшеры тоже особо так... И не нужно ими увлекаться. Честно говоря, я, смотрите, я собрал... Сколько я собрал психа? Ну, психа я тратил на слэшер, да. А медикс? Угу, 33 медикса. Медиксом я сейчас вообще как бы пользоваться... Зачем, если есть слэшер? Который дает и атаку, и защиту, да. Плюс 25. Так что, в общем-то, мы не будем злоупотреблять... Данным делом... Блин, я про меня лошадь. Так, прекрасно. Наберем еще сколько-то-то там опыта. Так, ну я хотя бы тысячу набрал опыта. Куда там, да. 3000 набрал. Да, блин. Еще, еще нужно много опыта. До следующего уровня. Здорово, да. Да ладно тебе. Еще и промазал. Так, хорошо. Давайте мы полностью уже растратим. Усиленные. И будем сейчас пользоваться вовсю максимальным зарядом. Так, прекрасно, ребята. Давайте мы на таком моменте закончим серию. Уже в последующих сериях нужно будет нам довыполнить вот этот вот квест. Нужно будет, да, вот с доктором Генри переговорить насчет Лили. И вроде бы я уже могу там вот за счет науки выбрать самый лучший вариант. Ну и так как я, в общем-то, наконец-то взял себе перк робототехник, то я могу довольно-таки вальяжно пойти в Гелиос и, в общем-то, выполнить вот квест Солнечные блики. Ну а дальше уже как получится по обстоятельствам. В общем-то, да, ближайшие планы на будущие серии я вам рассказал. Вам же остается поставить лайки, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и, в общем-то, набраться терпения и дождаться новых серий. Потому что они обязательно будут. Это я вам говорю точно. Всем спасибо за просмотр, всего хорошего, до свидания.